итак дорогие друзья всем привет физкульт привет из германии я сейчас германии нахожусь и еду я прям давно мечтаю поехать в баден-баден вот у меня было прям это слово баден-баден наверно с тех пор как я первый раз услышал про достоевск не знаю откуда мне в голову попал у меня почему-то баден-баден было в голове как интересная такая идея и сейчас надеюсь божьей помощью я все-таки туда попаду значит сейчас мы продолжаем изучать всем привет дорогие друзья алекс подделка михаил музыковский яков шатадин наш бессменный слушатель яков шатадин директор портала воикра молодец все альбина очень пишет хорошие выводы вот альбина молодец я можно сказать из альбины даю провожу уроки потому что очень важно чтобы человек конце написал три своих вывода даже если это будет просто повторение того что мы выучили на уроке но сформулированная самим человеком для себя до три главных вещи то именно эта формулировка и останется и потом желательно эти формулировки свои повторять повторение мать учения и тогда они во слова торы войдут войдут в голову и будет как бы достигнут смысл того ради чего я провожу урок ради чего бог создал мир чтобы мы учили тору значит все сегодня у нас три отрывка три отрывка сейчас я их напишу вот я нашел зато хорошую форму как а как писать что было перед глазами всегда вот третьих отрывка который мы сегодня должны изучить вот они сейчас их еще раз для себя напишу чтобы все было понятно чтобы они были у вас перед глазами и так значит мы сегодня тринадцатый отрывок тринадцатой главы начинается он так базли двор и хвл но в р митва у и шула значит переводится это так вначале дословный перевод а потом объяснение опять же еще раз те кто новые присоединились к уроку я даю объяснение по по мотивам комментариям альбима был такой великий мудрец он жил где-то около 150 лет назад и он был раввином бухареста он был раввином немногих городов и он ехал не помню сейчас какой город он ехал в общем он знал что будет что он умрет в городе который называется на к и он ехал в какой-то город уже где должен был быть там раввином и проезжая через киев он в киеве умер и есть точно неизвестно где он похоронен он похоронен где-то в киеве и вот у него удивительные комментарии он написал комментарии на всю тору письменную на тонах на его то у него из комментарий на мишле я иду по его комментарию значит дословно переводится отрывок так базы то пренебрегающие позорящие ледвар словом но боже мне написано пренебрегающие слова понесет кару их у баль будет ему ущерб их кара да в р митва тот кто боится митву дословно да у и шурам он будет вот здесь перевели воздается и шурам будет ему заплачено но малбим говорит что это и шурам это он будет шалем он будет но получит шалом да то есть можно так сказать шалом шлымут это совершенство то есть любая заповедь она ведет человека к совершенству к исправлению к улучшению к реализации своего потенциала теперь какое объяснение здесь пренебрегающие словом божьим у него будет ущерб будет ему кара значит есть мудрецы спорят мудрецы спорят вот для того чтобы перейти на следующий уровень своем развитии да для того чтобы перейти в духовный в духовном мире и получить себе место там в раю вечной жизни прикрепиться к богу сколько нужно выполнить заповеди достаточно ли выполнить одну божественную заповедь или нужно 613 заповеди все заповеди выполнить есть такой спор значит по большинству мнений достаточно чеку выполнить одну хотя бы заповедь вот зная что это бог сказал это сделать и человек это делает одну заповедь но но при этом чек не имеет права отрицать ни одной заповеди то есть если человек он верит вот он не знал не знал был такой маугли вот он не знал потом он узнал что есть тора что бог сотворил мир передал тору моисею на горе сина и передал ему все тору моисей для еврейского народа мушер обойну он эту тору полностью записал пересказал и сформулировать там сформулировано 613 заповедей то есть это 365 запретов и 248 повелений дальше вот эта вся махина огромная да она была передана из поколения в поколение к ней добавляли заповеди мудрецов все кто знали тору мудрецы они зная всю тору исходя из того как жил народ в то время они добавляли или что-то убирали ставили ограду для закона и вот это все называется тора тора божественное знание до в торе есть 7 заповеди вшиты во внутрь всем заповеди для народов мира да это называется 7 заповеди ноаха но и это был когда первый раз бог уничтожил человечество он оставил одного праведника его звали ной но и дальше он но усказал ему говорит от тебя дальше пойдет человечество вот тебе 7 заповедей и сформулировано 7 заповедей вернее даже не так 6 заповеди бог начале сформулировал первому человеку адам решену когда он его сотворил было всего лишь 6 заповедей вначале в раю у него была одна заповедь потом когда он его из рая опустил на землю да у него появилось 6 заповедей потом его потомки адам решена первого человека не выполняли эти 6 заповедей и бокс стер землю уничтожил землю и потопы тогда был. И остался один Ноах. Ему он добавил одну заповедь. И получилось семь заповедей у Ноаха. И дальше потомки Ноаха. Опять все гневали Бога. И они опять про Бога забыли. Сделали Вавилонскую башню. В общем, шли против Бога. Потом был один человек, Авраам, который присоединился к Богу. И он полностью Бог его испытал. Появился хоть человек, который полностью слышит и полностью преданный. До такой степени, что для него вот этого мира материального, который все считают реальным и существующим отдельно от Бога, для Авраама этого мира не было вообще. Он просто был вот такой вот только, вот он был как присоединен к Богу. Что Бог ему говорил, то он и делал. Потом, значит, его потомки Бог, чтобы они могли выдержать все сложности этого мира, он их отправил в Едипет. И в Едипте они были прямо под таким давлением, прямо выжатые, чтобы остались только такие, которые могут пройти уже все, что угодно. Потом вышли из Едипта и получили Тору. Так вот. Дальше, тот, кто принимает вот эту всю историю, да, он в нее верит. И тот, кто говорит Тора истинно от первого слова до последнего и пророки, и все, значит, ему достаточно выполнить одну заповедь. И он уже физически выполняет одну заповедь, но веря во всю эту историю, он переходит на следующий уровень. Такие правила игры. Теперь, если человек не верит, вот написано, Бас Ледвар Ехубальло, если он пренебрегает вот этими словами, да, словами Торы, вот этой, ну, этой системы, да, такой, тогда ему будет ущерб. То есть, от его, то, что человек себе в голове надумывает о мире, да, то, что человек себе в голове формулирует о мире, это для него превращается в его собственный мир. И если человек выпихивает Бога, хотя бы он говорит, вот здесь Бога нет, вот здесь Бога нет, вот здесь Бога нет, вот здесь Бога нет, то везде, где он идет против Бога, ему идет ущерб. То есть, понесет кару, это не то слово, ему просто идет ущерб. Он создает свой мир ущербным. Теперь, в Эре Митсва, тот, кто боится не совершить заповеди, да, то есть, или нарушить заповедь, Ишуламло, ему будет заплачено с одной стороны, с другой стороны, в этом месте, где он вначале в мыслях, он говорит, я хочу выполнять приказы Бога. Вот то, что Бог сказал, я хочу это выполнять. В этот момент, в этом кусочке его внутреннего мира, который он себе создает, появляется божественное присутствие, и это является и совершенством, потому что в этом мире совершенен только Бог. Он совершенство. Все остальное, это несовершенство, и все то, что развивается, стремится к этому совершенству. И вот человек, который выполняет заповедь и боится нарушить, он в этот момент приближается к совершенству, и ему будет заплачено Богом, естественно, воздастся. Дальше. ТОРАТХАХАМ МАКОРХАИМ ЛЯ СУР МИМОКШЕЙ МАВЕТ Значит, мы знаем, что ТОРА, ТОРАТХАХАМ Значит, есть вообще слово ТОРА, оно от слова «учение» и от слова «ор». Само слово ТОРА переводится на русский язык как «учение». И учение, и вот, знаете, на русском есть такая поговорка «учение свет». Так ТОРА, это в одном слове. Оно, само слово, оно значит «учение», и в нем внутри есть слово «свет». То есть, на иврите ТОРА, это «учение», ОР, это «свет». То есть, внутри ТОРА есть вот этот «свет», а на русском «учение свет», это два разных слова. Понятная идея. Теперь, ХАХАМ, мы знаем, кто такой ХАХАМ, мудрец. То есть, когда мы изучаем Мишли, притчи царя Соломона, то он использует это слово, чтобы показать ХАХАМ, это человек, который принял себе в голову ХАХМУ. ХАХМА – это божественное знание. То есть, есть очень много знаний о мире. Например, алгебра, диаметрия, химия, физика. А есть слова Бога, где он передал, что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо. Так ХАХАМ, мудрец, это тот, кто принял вот это божественное знание, вот эти аксиомы. Он его принял и вставил себе в мышление, как основополагающие программы, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Теперь, дальше. Это Макор ХАХАМ, источник жизни. Если мы исходим из того, что вся, вот есть материя мертвая, да, там минералы какие-то, там материя такая мертвая, материал. Есть живая там травка. А что оживляет это? Есть какая-то сила внутри, которая дает жизнь, оживляет мироздание. Эта сила оживляет человека. И эта сила, это божественный свет, вот это, да, то есть божественный свет, он оживляет человека. Так теперь, когда человек присоединяется к Богу, а как человек может присоединиться к Богу? Когда он думает о Боге, изучает слова Бога, когда он своими мыслями, своим вниманием, своим намерением соединяется с Богом, так вот в этот момент он присоединяется к источнику жизни. Источник, это вечная жизнь, то есть духовная, но не материальная. Материальное распадается, духовное оно не распадается. Так вот, когда человек своей мыслью, он присоединяется через Тору к Богу, то это и называется учение мудреца источник жизни. То есть, учение источник вот этой вечной жизни. И оно ему же помогает, ля сурми макшей мавет, и оно же ему помогает избежать ловушек смерти. То есть, что такое ловушки смерти? Это как компьютерная игра. То есть, можно потерять жизнь физическую, можно потерять жизнь духовную. Если человек живет только в материальном мире, по-любому он потеряет свою жизнь физическую, все люди умрут. То есть, все в этом мире материальном смертно. Теперь, когда человек, он через Тору и заповеди, он цепляется к Богу, он говорит, секунду, а я-то вечный. Чего? Я это не тело. Я же вечный, я же часть Бога. То есть, у меня есть божественная душа. И я, именно я, как личность, выполняя определенные действия и размышляя на тему Бога, впуская Бога все больше и больше в свою жизнь. Я в этот момент перехожу из уровня животного, я перехожу на уровень более высокий наблюдатель. Я могу в своем сознании охватить всю Вселенную, а могу больше Вселенной, могу духовные миры охватить и так далее. И вот, когда человек свое я, он переносит на более высокие уровни, то тогда он может избежать, избежать вот этих ловушек смерти. Потому что в этом мире расставлены как ловушки, как точно компьютерная игра, это очень интересно, ты идешь, там комната, упал. То есть, те, кто создают компьютерные игры, они, чтобы людям было интересно играть, они их создают с какими-то сложностями, с ловушками. Тут тяжело, там тяжело, тут ты преодолел это. И люди уходят в этот виртуальный мир и сидят там в кресле и гуляют по виртуальному миру. А весь этот мир, в котором мы живем, это такая же компьютерная игра, он тоже виртуальный. И человек, приняв какие-то правила игры от других людей, он пытается в этом мире пролезть по этим всем лабиринтам, да? Так теперь Торат Хахам, тот, кто принял от создателя мира описание мира, которое создал Бог, для него это стало учение Тора, стало источником жизни, вечной жизни, и оно ему поможет избежать смерти. Он будет знать, как избежать ловушек смерти. Понятно, да, идея? Очень красиво, мне это очень понравилось. Я сегодня это тоже с утра учил. Теперь дальше. Дальше говорится так. Добрый разум. Вообще непонятные слова. Сехельтов, да? Я перевожу слово Сехель не разум, а интеллект все-таки. И Тенхен. Интеллект добрый дает приятность. Красоту, да, здесь переводят. Красоту. Ведерых богдим эйтан. И, значит, путь предателей крутой. Вообще непонятно, что за путь предателей крутой. Что значит быть предателем? Это круто, что ли? Это царь Соломон, он это имел в виду? Он вообще не это имел в виду. Давайте сейчас разберемся с помощью великих мудрецов, которые знали, как это все работает. Малбин знал всю Тору. Он нам объясняет слово в слово. Значит, он говорит так, что у человека есть такое понятие, как интеллект. Интеллект это полностью вот это вот мышление, способ мышления, да? Программное обеспечение, которое обеспечивает взаимодействие человека с внешним миром. То есть, есть внешний мир, он шлет сигналы. Интеллект, он на эти сигналы их обрабатывает и вырабатывается какое-то решение, как механизм. Значит, этот интеллект программируется. Он программируется, изначально он программируется Богом, инстинкты. То есть, человек уже получает некую запрограммированную штуку. Он еще маленький, но у него уже программы какие-то работают. Дальше этот интеллект программируется окружающими людьми, событиями жизни, а потом сам человек становится самопрограммистом. Теперь в этом интеллекте есть разные программы. Есть хохма, божественная мудрость. Ты можешь его через тору запрограммировать аксиомами божественной мудрости, которая источник вечной жизни. Есть бина, это логика. Ты можешь натренировать свой интеллект, очень быстро делать выводы, да, причинно-следственные связи. Когда ты загрузил туда много причинно-следственных связей, то твой интеллект, он очень быстро увидел, понял, понял вещь из вещи. Или он может соединять. Дат. Дат – это общее восприятие картинки, да, когда ты с помощью аксиом и верных выводов получаешь общую картину того, что происходит. Вот дат – это полностью уже готовая картина мира, которую человек создает. Теперь интеллект – это та оболочка, в которой это все происходит. Теперь говорит, Малбин нам объясняет, что интеллект бывает просто интеллект, бывает интеллектов. Просто интеллект – это когда у человека все хорошо работает, и у него на автомате происходят решения. Да, это интеллект. Работа интеллекта – автоматическое реагирование на любую новую ситуацию. То есть интеллект есть у всех. Теперь что такое хороший интеллект? Он говорит, хороший интеллект – это интеллект, он говорит, что это интеллект, в котором есть руаха кодыш. То есть это тот интеллект, в котором есть божественный дух. То есть есть люди, которым прет. Они не думают, что делать. Что бы они ни делали, они все время угадывают. У них прет, прет и прет. Это значит, что в них есть вот этот вот сехель тоф. У них интеллект наполнился добром. Что такое добро? Это Бог. То есть Бог в них присутствует в этом мире. По каким-то причинам. И вот мы до этого учили, что есть, что сехель тоф дает хенд, дает приятность в глазах Бога и людей. То есть если человек, он внутри создал свой интеллект таким образом, что там много добра. Он как бы открыл, то есть он пригоден. У него установлены какие-то драйверы. Ну драйверы, не знаю, как это объяснить. Что Бог, он присутствует в нем. И тогда его решения, они управляются божественным духом. То есть он просто знает, и вот задай любой вопрос, знает. Пошел туда, повезло. Пошел сюда, повезло. Это называется сехель тоф. Теперь, когда у человека есть этот сехель тоф интеллект тоф, это дает ему приятность в глазах людей, в глазах Бога. Я приведу один пример, что такое сехель тоф, приятность в глазах людей, в глазах Бога. Значит, семья раввина, не помню, какого-то польского города небольшого, да, Равлау, он был главный рав Израиля, сейчас его сын главный рав Израиля. Его папа был главный раввин какого-то города в Польше. И, значит, когда пришли нацисты, то они всех евреев арестовали, отправили в Дето. И всю семью раввина тоже отправили в Дето. И раввин, он, когда приказали пожилых людей собрать и шли их убивать, он мог спрятаться, но он говорит, я не буду прятаться, потому что, если я спрячусь, все равно они будут всех искать и так далее. То есть, я, говорит, пойду, то есть, перешел мой срок умирать, взял Тору, попрощался с семьей и пошел, значит, со свитком Торы и пошел. И вот его маленький сын, ему было тогда, Равлау, ему было семь лет. Он, значит, все это видел, ну, забрали отца, забрали всю его семью, родители, он остался маленький с братом. Его брата отправили в трудовой ладерь, в Освенцим. И брат ему говорит, семилетнему Равлау, он ему говорит, пойдем со мной. А маленьких детей убивали их, они не могли работать, их просто отправляли и убивали. Но он говорит, я не знаю, что происходило. Почему любой человек, который меня встречал, а он говорит, я все время радовался, смеялся, я такой был, ну, смеющийся, веселый мальчик во всех обстоятельствах. И говорит, меня там, где идут взрослые, я говорю, мне 15 лет, а ему было 7 лет, и меня везде пропускают. Человек, который делал им там какие-то прививки, он говорит, если я сейчас ему эту прививку сделаю, что он же умрет на месте. Он берет, выливает на землю пол шприца, ему дает там пол шприца. И он прожил в концлагере, ему 7 лет, потом русский солдат, он отдавал ему всю свою еду. Потом, ну, там целую, я слушал, я прямо плакал. Но он говорит, я не знаю почему, но меня, вот я чувствовал, что меня в любой ситуации, меня какой-то как ангел, Бог меня ведет, и меня спасают в любой ситуации. И потом он стал, вышел из концлагеря, ему было там 7 лет, когда война закончилась. И, значит, он стал раввином тоже, он стал главным равом Израиля. Равлау написал много книг, и можно найти его в Ютьюбе и на русском языке. Вот видно, что такое Сехельтов. Вот видно, что такое Сехельтов, видно, как вот в нем присутствует вот это божественное присутствие, которое дает ему приятность в глазах Бога и в глазах людей. Это как раз вот он яркая иллюстрация. Я учился у Равыска Казильбера, у него тоже был вот этот Сехельтов, божественное присутствие в нем было, то есть его любой человек видел, и просто он чувствовал это добро, счастье, любовь. И при этом он был там математик, он был, ну, совершенно гениальный человек во всех сферах. Теперь, что такое путь предателей Эйтан? Крутой. Путь предателей крутой. Значит, слово Эйтан, вот как раз вы будете знать теперь, когда меня нет, Эйтан проводит уроки, как переводится его имя. Эйтан, имя переводится крутой. Он такой сильный, да, крутой. Но Эйтан, есть еще второе значение этого слова. Эйтан назывались скалистые места, на которых ничего не росло в горах. Скалы такие. Это Эйтан. И теперь становится понятно. Здесь используется второе значение этого слова. Крутой. Это не крутой Эйтан, а скалистое место, на котором ничего не растет. Значит, есть люди, Богдим, это те, которые предали Тору, предали Бога, то есть они знали о Боге, но сказали, нам это не надо. Это называется Богдим, предатели. Они тогда превращаются в то место, на которое ничего не растет. То есть они какое-то время на своем внутреннем вот этой вот силе, которая все равно идет от Бога, потому что все в этом мире, любая жизненность от Бога. Но они на каком-то еще на своем вот этом вот двигаются, двигаются, двигаются по жизни до того момента, пока в них еще есть хоть чуть-чуть силы. А дальше все. Нет у них ничего. Вечная жизнь сквозь них не прорастает. Они от нее отказались. Связи у них с духовностью, с добром, со светом нет. И путь вот этих вот предателей, он скалистое место, на котором ничего не растет. То есть какое-то время он еще может там рыпаться, дергаться, да, что я, 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 в моем мире это мой мир. Да, я обезьяна развитая, Бога нет, ничего нету. Я здесь самый крутой. Но потом он чуть-чуть, оп, стареет. Тут у него сил нет, дряхлеет. И вся его вот эта вот, казалось бы, крутизна, она превращается в ничто. Просто он становится по его же меркам стареющей обезьяной. И все. Это путь предателей. Он скалистый, скалистый. Он просто скалистый. И все. Значит, давайте подведем итог сегодняшнего урока. Значит, первое, что мы изучили, давайте посмотрим еще раз. Значит, пренебрегающий Словом Божьим, он будет ему ущерб. Это понятно, очевидно. То есть человек, который пренебрегает описанием мира, который дал Бог, и правилами Бога, по которым Бог этот мир создавал, то ему, естественно, будет ущерб. А тот, кто старается и думает о заповедях, и выполняет заповеди, и идет по пути Бога, то ему будет совершенство, и будет ему от Бога вознаграждение. Это первое, что мы выучили. Второе, давайте еще раз, что Тора, то есть божественное знание, мудреца, человек, который принимает божественное знание, он, естественно, становится мудрецом. Это источник жизни, и оно спасает от ловушек смерти. То есть ты знаешь, где нельзя, там, где можно. Например, одна из самых важных заповедей Торы вообще, это речь. Доброта не говорит ни про кого ничего плохого, никаких сплетен, никакого злоязычия, ни про других, ни про себя, никого не оскорблять, никого не обижать. Но это же очевидно, что такой человек, он спасется от ловушек смерти. Потому что я сколько знаю случаев, когда один человек про другого говорил что-то обидное, тот переставал с ним общаться, мстил ему потом. Один человек про другого передавал что-то плохое, все, разрыв, скандал и так далее. Человек про себя говорит какую-то гадость, и кому от этого хуже, понятно, да? То есть Тора нам говорит конкретно, кто человек, который жаждет жизни настоящей, это тот, кто все свои дни жизни любит видеть добро. То есть он везде ищет добро, везде ищет свет, везде ищет радость. Это Тора, прям из псалмов, такое прям конкретное указание, как надо жить. И вот это вот Торат Хахам Макор Хаим. То есть Тора, мудреца, если он заполняет свой интеллект Торой, она основа жизни, он наполнен жизненностью, неважно, что с ним происходит. Раби Атива на костре, не на костре, когда его убивали, он говорит, я всю жизнь об этом мечтал, говорит, вообще всю жизнь я мечтал за Бога отдать свою душу, а сейчас, говорит, у меня есть такая возможность. Вообще, какой, говорит, какая радость-то наступила. Его, значит, разрывают, он говорит, И на Д, значит, вышла его душа. Вышла его душа и перешла в следующий мир. То есть, Тора, знание о мире Хахама, мудреца Торы, она основа жизни, что бы вокруг ни происходило. И она ему поможет избежать ловушек смерти. Но смерти какой? Есть смерть физического тела, есть смерть духовная. Так, смерть физического тела, она по-любому наступит. Раньше или позже. Это, как бы, как мы уже знаем, о чем нужно молиться. О легкой смерти. То есть, она по-любому будет. Вопрос в том, что кто-то уходит, как волосок, написано, из молока. Вот так вот его душа выходит. И он такой радостный, заходит в следующий мир. Его встречают родственники, ангелы, Бог. И он, значит, такой, вау, класс вообще. А я боялся. Чего я боялся вообще? Такой кайф здесь. И он с этой перспективы видит, что в этом мире происходит. И думает, что я всю жизнь волновался? Какой вообще бред? Чего я боялся всю жизнь? А есть смерть страшная, когда написано, как репенник из шерсти выходит. И вот этого надо бояться. Не самой смерти, которая неизбежна, а тяжелой смерти. Понятно, да? Теперь, но Тор опять же помогает избежать всех ловушек смерти. Когда ты идешь по Торе, то тогда тебя ведет Бог. И это следующий отрывок. Следующий отрывок Сехельтов и Тенхен. Когда у тебя есть интеллект добрый, наполненный божественным знанием, тогда что? Будет тебе приятность. В глазах Бога, в глазах людей все отлично будет. А путь изменников, которые говорят Богу, ты мне все дал, ты мне даешь жизнь, а я тебя не знаю. Я сам по себе. У него путь будет скалистый. Не крутой, он не будет крутой. Он будет, может быть, крутой в своих глазах чуть-чуть, когда он от Бога отказался. Но походу ему ничего не прорастет. Все. То есть он отказался от источника жизни. Все. Вот мы еще раз повторили коротко, что понятно. И, значит, теперь я вам советую написать, обязательно написать свои три вывода. Для себя записать, для себя записать, для повторения записать. То есть еще раз прочитать этот отрывок, посмотреть, как вписывается в слова. Если вы хотите самое качественное сегодня потратить, полчаса, изучите 3-4 буквы еврейского алфавита, чтобы следить как раз за, чтобы читать Тору в оригинале. Это представляете, какой кайф. 22 буквы всего есть, которыми Бог создавал мир. Это как программный код мироздания. И надо всего-то выучить. 22 буквы. Алиф, Б, Дим, Ил, Далит, Эй. Потом выучить. Есть цифровое значение каждой буквы. Всего 22 цифровых значения. От 1 до 10. От 11 до 20. От 11... Подождите. От 1 до 10. Потом идут десятки. Каждая буква обозначает десяток. 10, 20, 30, 40 до 100. И потом остается всего лишь еще 3 буквы. Куф это 100. Рейш это 200. Шин это 300. И Тав это 400. То есть всего 22 буквы. Каждая буква имеет цифровое значение. И вам открывается вообще как бы внутренняя часть мироздания. Это просто вообще... Начните учить каждый день по буквально там 10-20 минут алфавит, чтобы следить за текстом напрямую. Представьте, какое это вообще величие. Читать Тору в оригинале. Это вообще бомба. Все, друзья. Удачи, успехов. Хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok